Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пельненко. Сегодня у нас очень приятная программа, в том смысле, что мы не будем поднимать какие-то важные темы, экономические, политические, а поговорим о приятностях, потому что речь пойдет о конкурсе, который уже получил свою популярность в городском округе Люберец. Люберцы, называется он просто «Люберецкая супербабушка-2023». И вот нам удалось выхватить супербабушку к нам сюда в студию, Светлана Рифовна Меньшикова, гостья нашей программы. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, никогда бы не сказал, что вы бабушка, но готов говорить «супербабушка», раз уже так официально все признано. Вот. Светлана Рифовна, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, конкурс, он, в общем-то, молодой, по большому счету, но уже завоевал популярность в городском округе Люберцы. Я так понимаю, финал пришелся на 400-летие. Да. Да? Про финал мы расскажем отдельно, по второй части, где уже как бы у нас должны быть эмоции и так далее. Начнем с самого простого. Как вы-то попали на конкурс? Ой, вы знаете, попала я случайно. Ну, как водится, так и должно быть, да. Мне ничего, как говорится, не предвещало беды, а все случилось хорошее. Я была на реабилитации, у меня внук инвалид, ДЦПшка, я была с ним на реабилитации. И дочка звонит и говорит, что «мама, мы, Люберецкие супермамы, решили, что ты должна представлять нас на этом конкурсе». Ну и вам деваться-то было некуда. Я знать не знала и ведать не ведала, что это такое. Ну, когда мне сказали, что нужно сделать, как приготовить, а еще мне сказали, что «мам, не переживай, это еще не скоро, это все впереди». Ты только согласись, да? Ты только согласись. Ну, я согласилась. Ну, все, с этого все закрутилось, все завертелось. И понеслась душа. И понеслась, да. Вот интересно. Дело в том, что когда-то давно, помните, были всякие у нас советские, там «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни», вот такие вот программы, где как бы показывалась возможность, ну, и, кстати, спортивные программы были, где целыми семьями выступали, вот, согласиться принять участие в конкурсе. Ну, наверное, на вас сильно подействовали, я думаю, но когда вы узнали, что нужно было делать, как это вообще происходило? Это же был набор, было же не только вы, много ли было? Сколько было участниц? Вообще в конкурсе было заявлено 35 бабушек, да. По мере знакомств, когда мы познакомились и поняли, что в конкурсе будет всего 33 бабушки. Ну, все равно, зла здесь много. Да, да. Народу было нас много. Ну, понятно, что вы не рассматривали друг друга как конкурентки, а как это, это было такое сообщество или все-таки было такое ощущение? Изначально, извиняюсь, что перебиваю, изначально было все не так. Изначально мы пришли просто познакомиться. Познакомиться, да. Да. Посмотрели, сколько народу. Со всеми познакомились. Узнали немножко друг о друге. Ага. Сейчас это, кстати, уже хорошо в наше-то время, когда люди мимо друг друга проходят. И потом вот все началось, и нам стали объяснять, какие будут конкурсы, какие этапы, как будет долго длиться. Ну, вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Но это как? Были встречи в какие-то конкретные дни? То есть такой мини-кружок у вас образовался, на который вы должны прийти, и там вам все разъясняли, да? Правильно я понимаю? Вы в какие-то дни встречались? Нет. Или как? Изначально мы встретились первый раз на знакомстве. Мы со всеми познакомились. Потом нам девочки-организаторы создали чат. Так. Ну, во время знакомства нам сказали, что вот, например, 15-го у нас будет кулинарный конкурс. Там дальше будет спортивный конкурс, будет еще конкурс творческий, и итоговый будет дефиле. То есть 4 конкурса? Да, да. Все это нам обозначили, все нам рассказали. Вы не испугались? Ну, потому что конкурсы все такие разные, но кулинарный еще, понятно, значит, спортивный уже, как-то так любопытно звучит, дефиле и творческий. Не было сомнений? Или вы уже как раз вступили в схватку, значит, будем идти до конца? Сомнения были, естественно, были, да. Были сомнения, и, как сказать, ты... Так и скажите, как есть. Сомневалась. Сомневалась. Очень сильно сомневалась, пройду, не пройду, смогу, не смогу. То есть, видимо, все-таки в голове была эта мысль, что если я участвую, то только с победным финалом. Вы знаете, нет. Нет? Нет. И, знаете, ну, на самом деле я шла не победить, я шла поучаствовать, познакомиться. Мне просто вот интересно было знакомство. Я так понимаю, что вы получили удовольствие от самой подготовки, от самого этого процесса, а не столько, скажем, от победы, что вам удалось стать супербабушкой. Начнем с кулинарного конкурса. Это первый был конкурс, да? Первый конкурс, да. Да, какова задача была его? Какова была задача? Значит, изначально нам сказали, что конкурс будет очень интересный. Ну, это понятно. Нужно будет приготовить завтрак для внука, для внуков, из тех продуктов, которые нам предоставят. И вы не знали? Нет, мы понятия не имели. Это было типа реалити-шоу, что-то такое, да. Я тебя слепила из того, что было. Да, нам сказали, что готовьте все, что можете. Думайте о чем хотите. Ну, когда мы уже пришли на конкурс, мы увидели столы, какие продукты, что там лежит. Потом нам давали время, несколько минут, мы должны были набрать себе продуктов. Естественно, это была не толпа женщин. Ну да, мы рыбали друг по другу. Да, по очереди нас подпускали, там по 6-5 человек нас запускали, мы брали продукты, какие нам нужны были, и шли к столам. И что же за продукты были у вас? Ой, у нас, вы знаете, было всего много. Этот конкурс был 15 мая. Ага. Никак я могу сейчас даже не запомнить, не вспомнить, вернее. Ну вот сама технология, когда вы увидели продукты, вы уже поняли, что вы, да, примерно будете делать. Ну да. То есть не было такого, что, ой, что, конечно, если бы там вода стояла, я не знаю, там, два яйца и соль, то, наверное, из них ничего не сделаешь. А тут был выбор и так далее. Набор продуктов был очень хороший. Можно было приготовить бутерброды, там, ещё что-то, ну, было много. Кому какая фантазия, да. Да, кто что смог. Хорошо. И я так понимаю, потом это же все дружно ещё и ели, наверное, после окончания этого конкурса. Сначала мы дали продегустировать нашему жюри. Так. Всё, что мы приготовили, мы должны были презентовать своё блюдо. А, то есть вы что-то рассказывали ещё, как вы готовили его? Конечно. То есть, так. Со мной была моя группа поддержки, они меня очень сильно поддерживали. Девчонки молодцы. Они там и станцевали, и спели у меня. Мы представили то, что я приготовила. И оценила жюри. Потом. У вас же оценки были, исходя из всех четырёх конкурсов, да? То есть где-то вы могли выиграть, а где-то вы могли, ну, не занять первое место. Да, да. А жюри это кто были? Ой, оргкомитет у нас был в жюри. Ещё на кулинарный конкурс приглашали. Кулинарных специалистов, да? Да, кулинарных специалистов. Я даже не могу сказать, извините, я забыла. Ну, я поняла, что переживала, волновалась. Ну, понятно, что такое профессиональное жюри, творческое, плюс оргкомитет. И кулинарное для того, чтобы, ну, мы же как оцениваем не кулинары? Вкусно, невкусно. И визуально, и на вкус. Да, они оценивают это уже с некой профессиональной точки зрения. Ну, сейчас масса кулинарных шоу, так что там целые битвы идут. Чего ж там? Так, итак, это был первый конкурс. Второй конкурс у нас был... Второй конкурс спортивный. Спортивный. Вот это, интересно, супербабушка. Что значит спортивный конкурс? Что в него входило? Помните? Да, конечно, помню. Мы... Так, что мы делали? Мы бросали в кольцо мяч. Баскетбол у нас был. Потом был кольцеброс. Так. Нужно было попасть, кольца накинуть на... То есть вы в спортивной одежде? Да, в спортивной одежде. Ну, такая щадящая. Заряженные такие. Тепло на улице, красота. Ага. Потом, значит, вот был баскетбол, кольцеброс. Потом была стрельба из лука. Из лука? Ну, из детского лука. Ну, да, естественно, детский лук такой. Неожиданно. Ну, очень было интересно. И потом еще был у нас... Типа пинг-понга надо было. Ага, папа понабевать. Понабевать, да, мячи, да, шарики понабевать. Раш. Ну, то есть организаторы сели, хорошо подумали и придумали несколько способов, чтобы это было для вас и, ну, не напряженно, прямо с точки зрения спорта, но это чтобы было бы интересно, весело. Да. И создало такое ощущение все-таки какого-то спортивного праздника. Ага. Вот. И за каждый результат вы получали какие-то баллы, да? Да, да. Нам ставили оценки, сколько ты забил мячей, сколько колец набросал. А. Как ты пострелил? У вас как получилось, спортивные составляющие? Вы знаете, мне кажется, что хорошо. Я... Ну, вы же смотрели за... Из лука я выстрелила, у нас было три попытки, все три попытки были в восьмерку. Хотя... Да вы что? Хотя... Хотя... В баскетболе я... Пару раз попала? Нет, шесть раз из десяти. Шесть из десяти. Ты такая баскетболистка? Да. Так. Да, в прошлом. Да. Что еще? Кольцеброс. Кольцеброс тоже я хорошо откидала. Там разные тоже, наверное, были очки, да, вот куда набрасывать? Ну да, хорошо, я закинула. А пинг-понг? Пинг-понг, вот знаете, вот с ним у меня не очень сильно удалось, ну... Но старалась. Старалась. Но старалась, да. А вам называли, как голосовали, какими-то... Или просто по окончании, после того, как все прошли? Или вы не в курсе? Нет, за спортивный конкурс нам не выставляли оценок. Вот мы не видели их просто, на просто. Оценки, наверное, были выставлены. Но вы их не видели? Понятно. Как другие выступали? Вы же глазиком посмотрели. Ой, девочки у нас молодцы. Все спортивные. Вы знаете, такие спортивные, это вообще... Я смотрела, девчонки не... Ну, извините, я бабушку своих называю девочками. Ну, пфуф. Они такие молодцы, они вот старались на всех конкурсах. Где-то у кого-то что-то не получалось, например, мяч в кольцо забросить, зато они на пинг-понге, на набивании этих мячей были асами. У кого-то там еще что-то, значит, другому они были прямо вообще. Ну, все молодцы. А вы вот как вот болели друг за дружку или это была такая добрая конкуренция? Все-таки это же соревнования. У вас же группа поддержки была при этом, да? О, группа поддержки, конечно, была. Но, понимаете... Это в спортивном зале где-то проходили? Нет, это на улице было. На улице, на улице, да? А я вам сейчас скажу, что вот на втором конкурсе мы еще были не совсем дружны. Ну да, потому что я ощущал... Мы знакомились, да, но уже начинали сплочаться. Да, то есть в общем делом занимаетесь, да? Ну, болели за кого-то, уже начинали болеть. Кто-то нам нравился, кто-то не нравился. А уже на следующих конкурсах, вы не представляете. Единая семья. Мы до такой степени сдружились, это вообще. И уже на последнем конкурсе, на дефиле... Это не оторвать друг от друга. Вот сейчас здесь делаем паузу. Напомню, что у нас в гостях Светлана Меньшикова, победительница конкурса «Люберецкая супербабушка» 2023 года. Нас осталось обсудить два конкурса. Это конкурс творческий, так называемый, дефиле. Ну и, наконец-то, вы увидите и узнаете, что же получила супербабушка Люберецкая в качестве награды. Обо всем об этом во второй части нашей программы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях Светлана Рифовна Меньшикова, победительница конкурса «Люберецкая супербабушка» 2023 года. Конкурс молодой, но уже популярный. И, естественно, принять в нем участие – это и почетно, плюс еще это, конечно же, привлекает внимание не только, скажем, членов жюри, но, конечно же, группа поддержки и так далее. Мы поговорили о двух конкурсах со Светланой Рифовной. Это был конкурс кулинарный, наверное, правильно расставленный приоритет, потому что все-таки бабушка для нас начинается с кулинарии, никуда не денешься. Ну кто еще вкуснее приготовит? Только бабушка. Конечно, мама, но бабушка, так скажем. И второй конкурс был спортивный, потому что «Люберецкая территория спорта», и, как мы выяснили, даже лук был, что меня, конечно, даже повергло в изумление. Но начинается еще следующий этап, это третий конкурс – конкурс творческий. Что было на этом этапе, как вы к нему готовились? Нам было предложено на этом конкурсе показать себя и своих внуков. Бабушки все творческие. Кто-то поет, кто-то читает стихи, кто-то танцует. Тем более к этому конкурсу вы уже, что называется, разошлись и подружились. Да, мы начали готовиться, нам дали определенное время, чтобы мы подготовили это все. Потом режиссер наш просмотрели нас. Так. И конкурс начался. И что было у вас в программе? Что вы придумали? Я хочу сказать, что придумала номер не я. Придумала я этот номер, придумал мой внук. Так. Ну, видите, как здорово. Да. Он сидел, слушал, разговаривал с Алисой, с колонкой. Так. И тут прозвучала музыка. Ага. Он сказал, что вот это должно быть нашим номером. А песня была смешная. У бабушки Светы нет интернета и музыкального центра нет. Зато из галоши косынка в горошек и семь особенных крошек. Ну, вот видите. А так вот. Бабушка Светлана как раз подходит. Да. И он сказал, что мы будем готовить вот это. И мы приготовили этот номер. Так. Как его восприняли жюри? Ну, понравилось. Понравилось. Какие еще были варианты, что ваши уже, можно сказать, подруги по конкурсу показывали на это? Девочки и пели очень красиво. Вот подруга у меня непосредственно, мы подружились очень хорошо, Татьяна Ковалева. Она пела со своей внучкой песню. Руфи Я со своей внучкой пела песню тоже. Очень многие читали стихи. Некоторые читали стихи собственного. Даже так, собственного. Светлана у нас пела песню, сочинила Протомилина. Она сочинила эту песню ее мама. Вот, как, то есть всех включили в процесс. Все, вы представляете, конкурс был изумительный, очень интересный. Там были и какие-то хореографические постановки. Одна наша бабушка, красавица, вышла с ансамблем, не с ансамбль, как правильно называть, не знаю, с барабанщиками. Вы знаете, как это здорово было. Тамара вышла с казацким хором. Это было вообще... Вот вы не представляете, как это было. То есть все варианты. Концерт получился, настоящий концерт. Был на самом деле концерт. Думали, что ничего не получится, а получилось все очень красиво. Ну, это, наверное, вот тот самый случай, когда, ну, во-первых, к третьему конкурсу, что, опять же, хорошо и правильно выстроено организаторами кулинарный, проще всего. Спортивный – это чтобы вас немножко сплотить. При этом результаты, конечно, могут быть разные, но все равно все вместе же участвуют. Все понимают сложность этого. А третий конкурс, творческий, он уже такой вот соединительный в том плане, что все вместе на одной площадке, каждый по-разному. Ну, и плюс еще вовлечение внуков уже непосредственно в процесс. Одно дело, когда со стороны идет как бы поддержка там семьи, близких родственников, дальних, а другое, когда уж непосредственное участие. Ну и, как вы понимаете, три конкурса мы обсудили. Подходим мы сейчас уже к четвертому конкурсу, о котором, я помню, организаторы «Супербабушки» здесь рассказывали мне в эфире, что поначалу, когда только конкурс придумывался, они как-то так думали, ну, как-то дефиле, как такое может быть и так далее. Не буду раскрывать эти тайны, посмотрите в этих записях. Но, тем не менее, вы, когда узнали, что будет вот конкурс такой, четвертый, как вы к этому отнеслись? Ой, дефиле наше тоже разделилось на четыре этапа. Так, четыре этапа. Да. Бабушки должны были изначально станцевать с московской долголетия. Так. Танец какой-то специальный. Да, нам поставили, наши режиссеры нам поставили танец с московской долголетия. И вы танцевали все вместе? Все вместе. Ага. Второй танец у нас был бабушки-хозяюшки. Так. Мы водили хоровод, мы танцевали. Такой более спокойный уже. Более спокойный. Третий этап у нас был бабушка-путешественница. Естественно, мы были все вместе, все до одной бабушки. Мы были с чемоданчиками. Ага. То есть... А уже четвертый, заключительный, было дефиле. Вот нужно было представить. А там уже мы вышли в том виде, в каком мы пожелали. Ну и вот тут важный момент, потому что не все на этом конкурсе были, конечно же. Вам, видимо, поставили задачу приготовить какой-то костюм, не костюм. Я уж не знаю, как. Образ, как это называется, да? Или как это происходило? И что вы показывали в этом четвертом? Нам сказали, бабушка должна быть красавицей. Это можно даже было не говорить, этап есть. Ну вот, бабушка должна быть красавицей. Надо подчеркнуть эту красоту. Да, у бабушки должно быть красивое платье, бабушка должна себя преподнести на сцене, чтобы вот я иду, я королева. Выплыть вот так вот, красиво. Все это под шикарную музыку, под красивое исполнение. Это вообще, это было... Ну а кто работал над вашим образом? И что у вас был за образ? Ну, у меня был самый обычный. Я надела платье, которое не одевала уже очень много лет. Вот, видите, дождалась она своей. Да, туфли на каблуке, которые лежали тоже очень много лет, потому что по характеру занятий моему сейчас все спортивное, вся одежда. Так. Дочка меня накрасила, причесала, и мы вышли. И бабушка пошла. И бабушка пошла. За победы. И музыка еще была, да? Ну, музыка была шикарная, вы не представляете. Вот во всех этих этапах музыка была очень красивая, очень хорошо прогубленная. А кто подбирал музыку? Это с вами работали, да? Да, наш режиссер Елена, она все из нас лепила. Ага. Лепила нас всех. То есть она из вас делала шоу? Она собирала нас всех. Куда рука, куда нога. Девочки, вспомните, подумайте, не забывайте. Ей большая благодарность, она такая умница. У нее столько терпения, это вы не представляете. И вот она нас собрала. Мы отрепетировали пять дней. Ух ты. Ездили каждый день на репетицию. Да. Мы ездили на репетицию, мы репетировали в ДК, все как положено. А вам нужно было как? Ну вот сейчас дефиле, да, пройтись под эту музыку или как-то с каком-то образе нужно было? Дефиле мы сначала выходили. Выходили, у нас были номерки на руках. Ну все как было. Мы показывали себя, мы прошлись. Потом у нас тоже было, ну я не скажу, что танец, но мы все равно все вместе. Мы двигались вместе, мы все это делали очень красиво, как нам режиссер рассказал. Да, член жюри все время мог наблюдать за любой участницей. Конечно, у нас было всех видно. Мы не прятались никуда. Каждый проходил по-ручке. Такая добрая конкуренция была на ходу. А вот другие, во что, какие еще были костюмы? Были какие-то оригинальные? Или все надели платье и туфли, которые... Все были очень красивые, очень красивые. Но Маргарита у нас поразила всех. Она вышла в платье. Хотя мы все привыкли друг друга видеть в брюках, извините. Ну да, жизнь такая вся, да? Да, у нее был такой паричок. Мы даже не поняли, что это она с нами участвовала. Мы были в шоке. Ну очень красивые. Девочки были молодцы все, все, представляете? У нас самая взрослая участница была, ей было 85 лет. Угу. Ну она всегда элегантная. Но здесь она вообще блистала. Ага. Все блистали, все. Вы понимаете, вот такая красота. Это можно было не оторвать глаз, можно было смотреть и смотреть. Я даже иногда видео пересматриваю, думаю, боже мой, какие все красивые. Ну вот, значит, правильно все-таки такое дефиле, которого, безусловно, организаторы, может быть, сомневались в самом-самом начале, может быть, не знали по-другому его назвать. Но какая, даже если речь идет о супербабушке, обратите внимание, которую мы опять же воспринимаем как хранительница чага, там, кулинарный конкурс, да, там, подвигаться, да, творческий конкурс. Ну какая же бабушка с внуками, там, либо книгу не прочтет, либо не споет какую-нибудь колыбельную. А вот дефиле – это вроде бы как. И очень приятно, что, с одной стороны, как вы сами сейчас сказали, организаторы сумели многих супербабушек вернуть, да, им вот это вот ощущение какого-то полета, что ты не ходишь все время, как вы говорите, в спортивной одежде, потому что так удобно. Да. А вот такой праздник. Праздник. То есть ощущение, что ты на каблучках, красиво, прошлась и так далее. Я думаю, что там все аплодировали, наверное, было очень хорошее настроение. Настроение было шикарное, вы представляете, вот на самом деле нас выдернули, выдернули из будней, из вот рутины нашей, и мы стали на самом деле красавицами. Вдруг что-то переключилось в вашей жизни. Да, да, что-то щелкнуло, и мы стали красавицами, не просто бабушками, а именно красавицами. Красивыми супербабушками. Ну и вот мы подходим уже к финалу, когда, наконец, вот можно сейчас показать этот сертификат замечательный, который есть. Давайте я тоже покажу, подержусь. Вот такой сертификат получила наша гостья. Значит, это сертификат. Во-первых, он приурочен, естественно, к 400-летию городского округа Люберцы. Здесь и активное долголетие, и логотип, который мы показывали, когда с организаторами говорили, супербабушка. И сертификат, самое важное, никто не стесняется, тут прямо написано на сумму 100 тысяч рублей за первое место. Победительница окружного конкурса Люберецкая супербабушка 2023, герб городского округа, 100 тысяч рублей. Сейчас возникает вопрос, вы получили 100 тысяч рублей? Да, да. Так, куда решили пристроить сумму или пока раздумываете? Пока раздумываю. Может, платье, стуфель? Нет, наверное, не платье, ничего такого. Ну, не надо мне. Ну, найдете, найдете, куда применить найдем. Давайте сделаем вывод, уже мы заканчиваем нашу встречу. Вот что вам дал этот конкурс, вам, вашим коллегам, я имею в виду тем, кто претендовал. Все равно вы все супербабушки, вы же понимаете, раз вы уже приняли участие в этом конкурсе. Что он вам дал этот конкурс? Вот лично для меня я приобрела подруг. Я нашла себе таких же вот спокойных, уравновешенных, любящих жить, творить. Я не знаю, ну, я познакомилась с такими девочками. Девочками, я их не могу назвать бабушками. Ну, конечно, понятно. Именно с девочками. И мы продолжаем переписываться, мы созваниваемся. Кто живет рядом, вот с Татьяной мы живем рядышком через несколько домов, мы с ней встречаемся. Ну, здорово. То есть проект продолжает жить уже в ваших, так сказать, личностных отношениях. Ну что ж, мы еще раз, Светлана Рифовна, поздравляем вас с тем, что вы стали супербабушкой. И все-таки 100 тысяч рублей, прекрасный подарок. Мы желаем вам и вашей семье здоровья, счастья. Вот. Ну и, конечно же, всем участникам, участницам этого конкурса, а значит, и всем семьям, которые поддерживали, все время жили какой-то вот новой этой историей. И будем ждать с нетерпением уже Люберецкой супербабушки-2024. Наверняка вы каким-то образом там будете уже участвовать, может быть, будете помогать. Спасибо большое. Еще раз напомню, что в гостях у нас была победительница конкурса «Люберецкая супербабушка-2023» Светлана Рифовна Меньшикова. Такая практически царская фамилия. Вот. Ну а конкурс, напомню, стал уже такой доброй традицией в городском округе Люберцы. Будем ждать новых супербабушек. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пигненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»